Здрасьте! Друзья, всем привет! И мы продолжаем Золотой Колосс. У нас 31 день и 9 часов утра, и работа кипит. Сейчас мимо нас проедет трактор. Вот он, Хурлеманчик, наш любимый. Он, короче, возит пшеничку. Погнали смотреть, что у нас там на наших полях происходит. И не только на полях. Начнем мы, друзья, с овечек, как ни странно, потому что мы зайдем, посмотрим и ничего делать не будем. Соответственно, у нас есть овечки, они до сих пор живы. Для меня это, конечно же, радует. Давайте откроем меню животных. В общем-то, они уже сутки как продуктивные, и они начали размножаться. У нас теперь есть 3 молодняка. Только вопрос, где они? Они в корпусе для ягнят? Да, они в корпусе для ягнят. Соответственно, пожрать у них есть чего. В первом, втором корпусе тоже, в принципе, все хорошо. Жрачка есть. Они нам сделали за чуть больше суток, получается. Полтора суток, будем считать. 22 куба шерсти и 15 кубов навоза. И не очень много они пожрали вообще за все то время, сколько они здесь прибывают. Так что, в общем-то, у овечек все хорошо. Когда накопим шерсти и попадется контракт на эту шерсть, мы, соответственно, его выполним. Тут загадывать вперед пока что не приходится. Хотя, с другой стороны, хрен его знает, как часто эти контракты на шерсть будут попадаться. Если мы вот биржу контрактов откроем, есть ли у нас тут шерсть? У нас есть, кстати, шерсть 90 кубов. Ну ладно, в общем-то, будем смотреть потом по обстоятельствам. Далее, друзья, наши поля. На шестом поле уже заканчивается уборка пшенички. Она тут идет вовсю. И пшеницу мы эту собираем просто так. А бы была. Потому что не было никакого интересного контракта, чтобы сюда что-нибудь интересное засеять. Ну да ладно. В общем-то, собираем и собираем. А также, друзья, у нас есть 37-е поле. Тут у нас созрел подсолнечник. Но сегодня, наверное, мы его трогать не будем. На подсолнечник у нас, кстати, есть контракт даже. Чуть попозже посмотрим. А может быть и сегодня уберем. Не знаю, как карта ляжет. Но тут, в общем-то, тоже все хорошо. А также, друзья, у нас есть тепличный комплекс, где у нас растут всякие клубнички и томатики и всякая прочая фигня. Что тут баклажаны? Я не шарю, извините. Да огурцы, наверное. Огурцы, клубника. Много у нас клубнички, кстати, растет. Давайте откроем меню да посмотрим, что у нас растет. Тепличный комплекс. У нас уже 98% плодоношения с минуты на минуту. Все это дерьмо у нас закончится. Закончится расти. И мы здесь, соответственно, обновим это все дело. А еще у нас есть дохренища контрактов. И по времени, в общем-то, клубнику надо будет выполнить обязательно сегодня. И огурцы надо будет выполнить обязательно сегодня. Вот этот контракт на огурцы. 240 кубов. Их столько есть. Подсолнечник потерпит до завтра. В общем-то, все потерпит до завтра. А то я один раз уже прокололся с этим дерьмом. Ну да ладно. 109 кубов клубнички надо будет отвести обязательно сегодня. В общем-то, тут все это дело есть. Когда это все дело дозреет и дособирается, у нас есть еще два поддончика вот здесь вот с томатами. В общем-то, мы их засеем. Только я не помню, где тут надо менять грунт, где не надо, где надо удобрять, где не надо. Как-то у нас все это неравномерно распределяется. Ну да ладно. Потому что вон есть и старый грунт, и новый грунт. И где-то тут еще состав у нас припаркован нашего поезда. Вон он, да, около бетонного завода. Тоже со старым грунтом, с отработанным. Он полностью забит. Мы на стриме не смогли его отсюда вывезти, потому что были заняты пути. Короче, было в подлу ждать. Ну и в конце концов, друзья, самое интересное это рис. В прошлой серии мы засеяли вот это вот 14 поле риса, а потом провели стрим, где мы с Евлампием засеяли еще 12-13 поле риса. В общем-то, процесс был долгий, поэтому они созревали немножко в разной последовательности. И с 14-13 поле я уже даже успел откачать воду. Поэтому тут уже почва сухая. В общем-то, все можно собирать. Чем мы сегодня и займемся, это у нас основная задача на серию. Собрать рис. Ну и посмотрим, сколько его тут будет. А вот тут как-то все плохо засеяно. Ну да ладно. На 13 поле, соответственно, у нас тоже самое. Здесь я уже тоже успел откачать воду. А 12 поле созрело вот только-только что. И, соответственно, оно еще в воде. И поэтому надо начать тоже откачивать воду с него. Оно еще находится под водой. Делается это, в общем-то, довольно-таки просто для нас. Нам нужно шлюз открыть и просто тупо ждать. Больше ничего делать не надо. Вот так вот бздынь. Нет, с этой стороны не открывается. Вот так вот бздынь. Открывается шлюз и вода начинает уходить с поля. И вроде как через полчаса в 10 часов утра она уйдет. Отсюда воды здесь уже не будет. Но останется грязь и будет сохнуть еще полчаса. Я думаю, что за час мы как раз уберем вот эти вот два поля. Ничего сеять я сюда сегодня не буду. Точнее, я, наверное, сделаю это за кадром. Посмотрим. И наша цель, друзья, посмотреть, сколько риса получится с этих трех чеков с учетом того, что они полностью обработаны почвой с максимальной, в общем-то, отдачей. Потому что здесь и три раза удобрено, и вспахано, и первый сорт семян. В общем-то, здесь все прекрасно. Кстати, этот рис нужно будет собрать, отвезти на базу. После чего перевести его на элеватор. Там его очистят. Тогда мы сможем его оттуда забрать. Уже очищенный рис. И, собственно, очищенный рис и будет использоваться где-нибудь. С неочищенным рисом делать нечего. Но сегодня наше дело просто его забрать. Потом мы его уже там будем чистить, когда появятся какие-то объемы такие внушительные. А сейчас пока что это неинтересно. В общем-то, ладно, погнали работать. Для начала, друзья, я предлагаю вам покататься на поезде, пока у нас доубирается поле. И выполнить те контракты, которые нам нужно выполнить. А конкретно это, если мне не изменяет память, контракт на... Один контракт на клубничку, вот этот на 15 часов, который нужно отвезти в порт. И контракт на огурцы, которые тоже, кстати, нужно отвезти в порт. Правда, на разные пути. У нас есть еще что-нибудь в порт? ЖД-станция, 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 клубника в порт. Второй контракт на клубнику тоже в порт. В принципе, можно его тоже сразу же выполнить. У нас же влезет все это дело. Правильно. Три вагона займет огурцы и три вагона займет клубника. В общем-то, все это влезет. Ну и ладно, замечательно. В общем-то, мы отцепили вот эти вагоны с грунтом и поехали на нашу базу. Там у нас находятся другие наши вагоны, которые у нас предназначены для транспортировки всего вот этого вот, то, что у нас хранится в ящиках, в коробках. Так что поехали, заберем оттуда вагоны. И такс. Сейчас наша задача загрузить в эти самые вагоны огурцы и клубнику. Соответственно, 240 кубов огурцов, это влезет в три вагона. И тут загрузочка уже пошла. И 205 кубов клубники, которые, соответственно, влезут в еще три вагона. После этого мы это все дело повезем в порт. Порт находится тут рядом. На Урале это все возить было бы очень долго, потому что ему нужно было бы ездить кругами, а рельсы он ведет напрямую. Если бы можно было еще на Урале по рельсам кататься, то, конечно, был бы другой вопрос. Но, увы, этого делать нельзя. Так что, в общем-то, загружаемся и едем в порт. Ну что ж, друзья. Друзья, вот и все. Выгружается последний вагон. Что-то очень много проблем было у меня с выгрузкой. Не мог попасть в триггер. В общем-то, поезд мы оставим здесь. Сейчас тут последние работяги выгрузят. 40 кубов осталось из последнего вагона. Огурчики. И у нас выполнено три контракта. И мы заработали довольно-таки много денег. И это, конечно же, меня тоже радует. Но ведь это же еще не все. У нас еще остались контрактики. Баклажаны, баклажаны, томаты. И все на же дистанцию. И за один раз все равно все не увезешь. Ну да ладно. В любом случае, сегодня мы этого делать не будем. Сейчас мы пойдем собирать рис. В общем-то, друзья, я точно не знаю, какой будет профит с этого риса. На всякий случай, я привлек сюда дополнительную единицу техники. То бишь наш Урал, который будет работать на разгрузке. Потому что я не знаю, будет ли успевать там Хорлеман или Урал ездить. Поэтому будут они вдвоем. Ну убирать мы сегодня будем ручками. Валеронам мы это дело сегодня не доверим. Убирается рис обычным комбайном. Вроде как. Сейчас мы это проверим. Да, он убирается обычным комбайном. И, видимо, его тут будет не очень много. Ну и ладно. Ничего страшного. В общем-то, убираем поле тогда. У нас есть волшебный GPS. Вот так вот его поставим. И понеслась. И знаете, друзья, 9 кубов с одного круга. Это, по-моему, вполне себе неплохо. Не знаю, сколько здесь будет всего этого самого риса. Но что-то мне подсказывает, что не так уж и мало. Насколько это выгодно или невыгодно, это уже другой вопрос. И что мы потом с этим самым рисом будем делать, это тоже другой вопрос. Ну как по мне, слушайте, нормально. Профит будет. Давайте еще один кузов забьем, а? Так, мы еще один бункер собрали. Сейчас выгрузим все это дело в нашего Урала. Главное, чтобы он сейчас не стартанул. После того, как у него на 100% забьется первый его кузов. А то я его знаю. Он тут может начать фигней заниматься. Вроде не стартанул. Стартанул, падла, а? А, понятно. Он будет под шнек подставлять прицеп. Ладно. Так это работает. Ну и ладно. Ха. Как я много раз сказал слово «ладно». Ну вообще, мне кажется, один Урал бы здесь справился. Без Хурлимана вполне. Потому что пока я буду забивать этот кузов, точнее бункер комбайна, Урал вполне может успеть сгонять разгрузиться. А может и не успеет, кстати. Хрен его знает. Вообще, что-то мне так понравилось ручками работать на комбайне. Я, правда, периодически и так этим промышляю. Короче говоря, погнали, соберем еще чуть-чуть рисика. Субтитры сделал DimaTorzok О, вроде набился на 100%. Сейчас должен отсюда уехать. И на это самое место должен стать Хурлиман. Собственно, который мы и будем заполнять теперь рисиком. Ха. Ну что, давайте посмотрим, успевает ли съездить Урал, пока я тут мучаюсь с этим рисом. В общем-то, будем, наверное, заканчивать. А может и не будем. В общем-то, друзья, ни хрена не успевает Урал съездить разгрузиться, это Хурлиман не успеет подавно, потому что Хурлиман ездит 40, а Хур... этот самый. Урал ездит под 70. Ну, по крайней мере, в среднем 60, он по асфальту катается без проблем. Поэтому, в общем-то, две техники, две единицы техники здесь нужно обязательно. Без этого никак. Хотя Урал уже возвращается, но в любом случае был бы простой комбайн, но в таком случае, да. В любом случае, в таком случае, что сегодня я очень много бреда несу. Не выспался, наверное. В общем-то, друзья, на этом мы эту самую серию закончим. Я за кадром доубираю эти поля, а в следующий раз мы посмотрим, сколько вообще риса получилось с этих полей. Съездим его, очистим на этот самый, на Приозерский элеватор, или как он там называется. Добьем все контракты, которые у нас остались. И, соответственно, посетим биржу контрактов, и возьмем каких-нибудь других. Обрисуем себе планы на ближайшее время. А также посмотрим, что будем делать с овечками и шерстью. А может быть, и еще что-нибудь тоже сделаем. Потому что у меня планов, и еще что дальше надо делать, их дохренище. Так что, друзья, в общем-то, не пожалейте, пожалуйста, лайкусика, напишите какой-нибудь комментарий, вообще черканите вот хоть что-нибудь, и мне будет приятно. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, и все такое. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай, и всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok